В девяти районах Кировской области объявлен режим ЧАЭС из-за гибели урожая. Адвокат российских звезд приехал защищать Ефаркина. И кировских водителей ждут сплошные проверки на дорогах. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. В девяти районах Кировской области ввели режим ЧАЭС. Из-за дождливой погоды погибли и пострадали посевы на площади 3000 гектаров, а еще 2000 тонн сена. По предварительным данным, ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Режим ЧАЭС ввели в Кельмесском, Афанасьевском, Унинском и других районах области. Адвокат российских звезд приехал защищать Леонида Ефаркина. Сергей Жорин сейчас находится в Кирове. Он уже встретился в СИЗО с главным подозреваемым в многомиллионных хищениях в деле Парка Победы. Жорин опубликовал об этом пост в соцсетях и назвал Ефаркина законопослушным гражданином. Добавим, что известный адвокат специализируется на защите звезд российского шоу-бизнеса. В Кирове пройдут сплошные проверки водителей. Во Всероссийский день трезвости 11 сентября кировчанам напомнят о недопустимости управления машиной в пьяном виде. Водителей будут останавливать в основном в Первомайском районе Кирова. Напомним, с начала текущего года по вине нетрезвых автомобилистов на дорогах города погибли 34 человека. Кировщане соглашаются на серую зарплату чаще жителей других крупных городов. Как показал опрос популярного сервиса по поиску работы, на это готовы больше половины жителей города. Больше всего противников зарплат в конвертах – люди, которые получают в месяц больше 80 тысяч рублей. Кроме Кирова, на серую зарплату чаще, чем в других городах, соглашаются в Воронеже, Ульяновске, Челябинске и Новосибирске. Новосибирск